Добрый день! Эту головоломку часто называют пирамидка 2х2, поскольку она по форме идентична пирамидке, по внешней. И кажется, что здесь спирать нечего, можно крутить уголки, но при попытке это сделать, мы получаем вращение более интересное. Это Pyramorphix 2х2, шейп-мод обычного кубика 2х2. По строению в кубике 2х2 только углы, 8 углов, если не считать внутренних элементов. Соответственно, в нашем Pyramorphix тоже все элементы это углы, углы двух типов. Стандартные, как на пирамидке, трехцветные и одноцветные. Четыре таких и четыре таких. Да, это Pyramorphix можно собрать полностью как кубик 2х2. Ну, если немножко подумать, то все ситуации можно решить. Но также есть старший брат Pyramorphix 3х3 или мастер Pyramorphix, который является шейп-модом кубика 3х3. И чьим именем ошибочно называют головоломку под названием Master Morphix. Различаем Master Morphix и Master Pyramorphix. Это разные головоломки. Хотя суть у них одна, это ошибка 3х3. Поскольку здесь есть элементы, ориентация которых не важна, то собрать этот Pyramorphix можно значительно проще, чем кубик 2х2. Эта головоломка сейчас собирается на официальных чемпионатах по спидкубингу в качестве дополнительной дисциплины. И, соответственно, уже разработаны способы, как собирать ее быстрее. Сейчас я вам покажу то, что использую я для своих сборок. В перенамешанном состоянии головоломка теряет свою форму, но это нам мешать не будет. Вначале мы должны, как на кубике 2х2, собрать первый слой. Для этого мы берем какой-нибудь один трехцветный угол и совмещаем с ним какой-нибудь одноцветный уголок. На самом деле часто бывает, что такая пара уже готова. Я очень постарался, чтобы смоделировать такую ситуацию, где ее нет. Но в любом случае в один ход можно сделать так, что у нас трехцветный уголок стоит рядом с одноцветом и вот цвета у них совпадают. Ну, соответственно, с этих двух уголков мы и начнем. Вот этот уголок синий-красный, значит, рядом с ним вот здесь тоже должен стоять какой-нибудь синий-красный. Ну, или можно вот с этой стороны к нему поставить синий-зеленый, как будет удобнее. Ну, давайте вот так вот пойдем и поставим вот здесь вот синий-зеленый. Вот мы подвели какой-то уголок и он сразу встал на место. Допустим, что у нас это с первого раза не получилось. Вот у нас два элемента, которые стоят правильно. Вот находим синий-зеленый, ставим рядышком и он стоит не в том положении, не той ориентации. Значит, поднимаем его обратно, разворачиваем при помощи, ну, пиф-пафа как-нибудь и пробуем еще раз. И он тогда встает на место. Поясню на кубике 2х2, что у нас сейчас происходило. У нас элементы стояли уже правильно, мы пытались к ним поставить третий. Если сделать вот так, то он вот хорошо сразу встал. Если у нас был бы уголок в таком положении, мы бы его опустили и он стал бы неправильно. Поднимаем и каким-нибудь пиф-пафом загоняем по-другому. Ну, либо делаем пиф-пафы до тех пор, пока уголок не станет на место. Либо отводим назад и опускаем. Точно так же мы поступаем и с четвертым уголком. То есть все, что вы умели в кубике 2х2, здесь пригодится для правильной установки трехцветных уголков. И вот у нас получилось, что уже три угла стоят правильно. Ну и чтобы поставить вот на это место оставшийся зеленый уголок, мы просто подводим его вот сюда и делаем пиф-паф. На самом деле достаточно здесь трех ходов, поскольку ориентация этого треугольника не важна, и он всегда с первого раза встанет на свое место. На этом сборка первого слоя закончена. У нас получился вот такой вот синий-зеленый. Цвет может быть абсолютно любой, с какого вам будет удобнее. Дальше у нас возможны две ситуации. Первая ситуация, когда у нас вот такая вот вещь, такие вот рога. То есть форма пирамидки не вернулась. Может у нас получиться как бы форма пирамидки, но перемешанная. Или вот такие вот рога у нас будут. И надо еще форму возвращать. Как это сделать? Ну берем вот именно в такое положение. То есть вот у нас вот такой вот поворот работал. И один рог в левую руку, другой рог в правую руку. Вот именно перед собой. И делаем рыбку из кубика 3х3, которая переставляет уголки. Горитм следующий. R, U', L', U. R', U', L', U. И вот у нас форма пирамидки вернулась. Мы начинали вот с этого слоя. Теперь у нас стало все привычной формы. Дальше у нас возможны различные ситуации. Одного алгоритма для возвращения формы пирамидки достаточно. Если форма пирамидки сразу правильная, то применять этот алгоритм не нужно. Давайте повторим, чтобы закрепить. Если у нас собран первый слой, мы вот эти рога ставим перед собой. Один рог в правую руку, другой рог в левую руку. И делаем алгоритму R, U', L', U. Ну, последний U можно не делать, и у нас получится уже пирамидка. Дальше проверяем, стоят ли все углы на своих местах. Ну, у нас получилось, что стоят. А могут, как вот в этом случае, не стоять на своих местах. Я рекомендую сразу совмещать вот эти вот одноцветные центры с своими углами. То есть, желтый с желтым, красный с красным. Ну, или какие-то цвета у вас на последнем слой получились. И уже ориентируется вот по этим. Видим красный, желтый, синий. Цвета у этого уголка. Здесь желтый, красный, но зеленый. И, соответственно, вот у этого угла тоже цвета не совпадают. Красный, зеленый, желтый. Здесь желтый, синий, красный. Для того, чтобы поменять вот эти два угла местами, есть очень простой алгоритм из кубика 3х3, который в методике для начинающих называется палка. Мы делаем F, пиф-паф, F штрих. Ну, в данном случае пирамотчик весь собрался, но мы, главное, поменяли вот эти два угла местами. Попробуем еще раз. Проверяем. Вот эти уголки стоят на местах, вот эти нужно местами поменять. Фронт, это движение передней грани. Мы помним, что вот у нас нижний слой, вот у нас передний слой, вот у нас верхний слой. Углы, которые меняются местами, должен быть один перед нами, один сзади. Делаем F, R, U, R штрих, U штрих, и F штрих. Опять докручиваем вот эти уголки на свои места и видим, что они теперь стоят правильно. Желтый, синий, красный. Красный, зеленый, желтый. Стоят на своих местах, но ориентированы неверно. Мы разобрали уже все необходимые алгоритмы для того, чтобы переставить углы на свои места. Теперь остается эти уголки развернуть. И если у нас неправильно ориентированы два угла, намного проще сразу сделать два пиф-пафа и посмотреть, что получится. Держим в том же положении, нижний слой собранный, неправильно ориентированы углы перед нами, и сзади делаем пиф-паф. R, U, R штрих, U штрих, и еще один R, U, R штрих, U штрих. Видим, что у нас один уголок развернулся, а другой нет. И, соответственно, для того, чтобы развернуть один угол, есть специальный алгоритм, который можно использовать. Можно, конечно, его развернуть пиф-пафами, то есть расположить вот таким образом, сделать определенное количество пиф-пафов на этом уголке, потом подвернуть вот такой вот и докрутить до шести пиф-пафов на этом. Но есть способ гораздо проще и гораздо быстрее. Располагаем головоломку как обычную пирамидку, то есть вот, чтобы она могла на одной грани стоять, и вот с такого положения берем в руки. У нас в правой руке правый задний уголок, в левой руке левый задний уголок, один уголок перед собой и вершина сверху. Вершина, которую нужно развернуть. Алгоритм следующий. Мы поднимаем правый уголок, поднимаем левый уголок, опускаем правый уголок, опускаем левый уголок. И головоломка приняла вот такую форму. Повторяем комбинацию. Правое, левое, правое, левое. И видим, что уголок развернулся по часовой стрелке. Но если мы сделаем это еще раз, он встанет в нужное положение. Поднимаем право, поднимаем слева. Пускаем справа, опускаем слева. Поднимаем справа, поднимаем слева. Пускаем справа и отпускаем слева. И вот у нас все развернулось. Возьмательно посмотрим, как это все работает. То, что не всегда это сразу понятно. Мы вот этот вот правый треугольный центр ставим на место верхнего. Потом то же самое делаем слевым. И возвращаем одно движение, возвращаем другое движение. И просто повторяем. Опять вот этот правый ставим на место верхнего. Левый. Возвращаем. Возвращаем. И у нас вращается уголок. Нетрудно догадаться, что для того, чтобы развернуть уголок в противоположную сторону, не обязательно делать алгоритм дважды. Можно просто сделать его в обратную сторону или зеркально. То есть начать с левой стороны. Вот сейчас красный должен пойти сюда, а значит повернуться уголок должен против часовой стрелки. Начинаем слева, потом справа. И повторяем. И у нас за один алгоритм все получилось. Рассмотрим еще пример сборки. Иногда бывает удобнее начать не с двух вот таких элементов, а с двух вот таких. То есть мы сразу видим, что желтый-синий и желтый-синий стоят правильно. Носительно друг друга. И соответственно остается только поставить сюда два одноцветных, что значительно проще, чем трехцветные углы. Соответственно находим вот сюда желтый. Ставим над своим местом и делаем вот эти вот три хода от пих-пафа. Разворачиваемся. Подгоняем сюда синий. И делаем с ним то же самое. Видим, что у нас форма пирамидки не вернулась. Поэтому вот эти рога ставим перед собой. Если вы будете делать из такого положения, то у вас форма не вернется. Только из такого. И выполняем рыбку из кубика 3х3, который переставляет углы. Рыбка, которая RU, R'U, здесь не поможет. Поскольку углы она будет только разворачивать. И в конце видео я покажу, как это работает. Делаем RU', L'U, R'U', L'U. Видим, что форма пирамидки вернулась. Зеленый с зеленым, красный с красным сразу совпали. Если было бы не так, то надо было их довернуть. Проверяем. Желтый, зеленый, красный. Зеленый, красный, синий. Стоит не на своем месте. Второй можно даже не проверять. Будет понятно, что он тоже не на своем. Из такого же положения делаем фронт. И пиф-паф. И фронт-штрих. После чего доворот. И у нас вот эти углы уже стали по своим местам. То есть этот алгоритм перемещает два вот этих угла по диагонали. Конечно, вместо этого короткого шестиходового алгоритма можно было выполнить копье из кубика 3х3. Ну, или аналогичный алгоритм из кубика 2х2. Ну, это было бы гораздо дольше и не так удобно. Дальше мы видим, что вот два угла оба надо ориентировать. И просто делаем два пиф-пафа. И, как часто бывает, все углы сразу ориентировались правильно. Головоломка собрана. Ну, в конце я бы хотел показать еще несколько моментов, которые помогут собирать этот пираморфикс быстрее. Все эти советы будут касаться просчета разворота двух последних уголков. На остальных этапах тоже можно ускориться, но там уже каждый для себя выберет определенные фишки, которые ему интересны. Даже без всех вот этих вот ускорений можно спокойно собирать в среднем секунд за 15 эту головоломку. Обычные два пиф-пафа разворачивают передний угол по часовой стрелке, задний угол против часовой стрелки. И, соответственно, если ваша ситуация не такая, то подобный алгоритм лучше не использовать. В данном случае нам нужно желтый развернуть вот на это место, то есть уголок по часовой, и здесь сюда, то есть против часовой. Мы видим, что вот эти два цвета совпадают, а значит можно сделать два пиф-пафа, и все соберется. В случае, если у нас ситуация обратная, и с этой стороны два цвета не совпадают вот с этим, то после того, как мы сделаем два пиф-пафа, у нас углы останутся неправильно ориентированными. Соответственно, придется комбинацию повторить. И только после этого все соберется. Но можно посмотреть еще немножко по-другому. Если вот эти два цвета совпадают вот с этим, то есть нам нужно развернуть вот это вот против часовой стрелки, а это по часовой стрелке, можно сделать два обратных пиф-пафа. То есть у, эр, у штрих, р штрих, у, эр, у штрих, р штрих. И у нас углы будут правильно ориентированы уже с первого раза. В случае, когда у нас вот не здесь, не здесь нет одинаковых цветов, то есть нам нужно развернуть вот этот уголок по часовой стрелке и вот этот уголок по часовой стрелке, применение двух как прямых, так и обратных пиф-пафов не приведет к тому, что все уголки развернутся правильно. То есть нам в конце придется разворачивать еще один уголок. Но мы можем применить другой достаточно простой алгоритм и нам всем известный. Это алгоритм из кубика 3х3 под названием рыбка. Вы скажете, что рыбка уже была, но была рыбка р, у, эль. А это будет р, у, эр, штрих, у, эр, у, два, эр, штрих. Всем знакомые из кубика 3х3, которые мы часто используем. Что она делает? Она как раз разворачивает вот этот уголок по часовой, и этот уголок по часовой стрелке. Делаем эр, у, эр, штрих, у, эр, у, два, эр, штрих. Ну и в конце требуется сделать доворот у2. И тогда у нас с первого раза все уголки будут правильно ориентированы и в конце не придется разворачивать отдельно один угол. Ну и соответственно для обратной ситуации, когда нужно развернуть уголки против часовой стрелки, можно использовать обратную рыбку. Можно, конечно, сделать ее с левой стороны, но мне перехватывать неудобно, поэтому проще сделать обратное. Эр, у, два, эр, штрих, у, штрих, эр, штрих, эр, штрих. Ну и опять доворот у2. Таким образом, мы можем из любой ситуации ОЛЛ на последнем этапе одним алгоритмом прийти к собранному состоянию и использовать алгоритм для разворота одного угла только в том случае, когда он действительно остался один после расстановки углов по местам. Эти алгоритмы очень быстрые и удобные, делать его достаточно приятно. Можно тренировать до очень большой скорости. Вот такая вот интересная головоломка. Всем советую, собирается очень просто и достаточно интересно. Есть еще, наверное, много моментов, где можно ускориться. Ну вот у меня получился вот такой способ. Мастер Морфикс 2х2 собирается аналогично, поэтому, если вы освоите Пираморфикс 2х2, то все вот эти возможности можете применять и здесь. Хотя на нем это не так удобно. А на этом все. Тренируйтесь и все у вас получится. Всем спасибо. Всем пока.